лютое обучение вегасу супер экспресс ты че сняешься камеру нет две на самом деле а ты снимай нет нет это у андрея и у меня две еще много все короче смотри о что происходит все натворила полет час подожди это мы сейчас посмотрим как так 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 отлично короче разговор так вот было смотри такая тема двери с означально создавался как программа для редактирования аудио треков где-то до 6 версии ним только траки можно было общем видео не было и поэтому он сделал очень хитрым простым способом первых это окно нахер никому не нужно это раз во вторых это тоже не ты юзать не будешь тебе на вот вот это вот окошечко да и вот этого тут будут дорожки если ты посмотришь как делают всякие прочего ки у них тут может быть 20-30 дорожек сейчас все очень быстро а нам на две дорожки видео и аудио будет больше точно ты сразу поймешь что будет больше будет 7 10 и не знаю там нет нет для того что склеить не надо будет короче ты вообще можешь брать вот за эту штуку и окна любые таскать как хочешь понятно да ну но интересно как тебя вернуть в этой версии ну короче наплевать тебе за него вернусь также для вера смотрит нажимается что вид потом тут есть это редкая функция она никому не нужна что тут где-то в окна должны быть окно ну вот она расширение конфигурация окна вот и тут есть по умолчанию короче не запоминать ничем все давай где твои видео треки которые тянутся нить я тебе покажу их за минуту для него знает вот вам вот все супер смотри короче вот это все не юзаешь никто это не за берешь эти два трека выделяешь ну по идее с мышкой это будет удобнее и просто не на 1 и просто тянешь сюда этих твое рабочее поле вот и перетянул а это не два трека затянулись они друг за другом стали вот первый вот второй это дорожка видео она так называется видео дорожка это аудио дорожка ясно да вот оно твое первое видео это я понимаю вот оно второе чтобы их склеить наоборот как тебе дату чтобы склеить ты просто их друг другу последняя более того тут есть такой элемент называется типа приклеивание смотри она приклеилась видишь ровно то есть там никак кадра не будут в обратную сторону вот просто берешь тянешь в эту сторону все то есть и больше ничего соединять не надо они если ты сейчас создашь видео от рендере что у тебя будет готовое видео такое понятно да вот как делать видео если тебе надо урезать его с краев да если с краев то все легко просто вот наводишь тут появляется такая херь и ты берешь зажимаешь мышку и тянешь я нос и она сейчас не сжимается она просто урезает конец я думал она не сжимается насчет сжимания те покажу вот сандре видишь я сейчас когда вытянул его за пределы там такой треугольничек появился вон он на счет некоторое время не двигалась смотрите но она как бы не двигалась на как раз и скакнула она просто человеке по кругу вот смотрите честно нажмешь плод увидишь она заканчивается и все началось поэтому ты всегда можешь тянуть до треугольничка вот поводу как разрезать запоминайте самую важную клавишу в вегасе от слова сплит наш сплит тренировка сплит когда вы качаешь тело бицепс потом ноги не сплит это разрезать разделять то есть когда ты нажимаешь с смотри видео разрезается магия и стала 2 вот все легко где разрезала разрезала там где был курсор например если я поставлю сюда курсор нажимаешь вот нажми ты то есть ну да и с на а на ракте секунду где нужно тебе отрезать да как это совершенно верно вот ты видел да как и возвращаю если ты не в курсе control за это возвращает все действия а control вай возвращает ну как бы продолжает то есть ты можешь и назад двигаться по списку действий вперед контрол за это отмена а контрола если надо это вернует немного отменил да да именно так что ты перенажимал вот дальше самая важная клавиша вегасе кроме с это пробел очень слажда смотри она всегда сама она запускает как и видно ютюбе везде она запускает видео смотри это плей так потом этот бегунок он побежал и возвращается назад если ты вдруг хочешь выждать нужный момент где там чаще пройдите сейчас сейчас и нажал ой амблин опять все сбросилось назад если ты так не хочешь делать и ты нажимаешь enter тогда у нас на цене там где был все комики учитесь а там где станет смотри смотри вот он сейчас не сюда вернется если нужно enter а сюда понятно да ты можешь подбирать но если тебе надо enter пробел с пробел enter если тебе надо точную клавишу как все делать в смысле точный кадр например где вот ты так встал позу ты можешь просто приблизить масштаб вот он приближается вот так скром и может придавал в общем скролом просто крути и вот приблизить вас это вообще как это даже не долю секунды это кадр то есть в одной секунде 24 кадра смотри я сейчас мышки вот клавиши вперед перемещаюсь по кадрам я выбираю нужны вот здесь не надо нажимаю с удаляю кирам часть все возвращаем масштаб и вот у меня готово видео который ты хотел только там фейдал да это но это неважно он всегда будет получение и вот и ты подсоединил например это был пример как можно сделать смотри есть такая фишка например ты хочешь соединить я тебе скину это видео где будет вот где ты вы посмотрите на все а короче запомнил с пробел enter еще есть группировка статье надо чтобы это все двигалось не отдельно сейчас еще не отдельно ездят друг от друга а вместе например у тебя 10 кусков ты просто выбираешь нужны через control наш в windows через control выбирают нажимаешь г и все теперь они двигаются вместе смотря если я теперь буду двигать они поехали хитрые не поехали аудио не длину да они они типа ну там я аудио не выбрал они едут вместе понятно да если тебе надо их раз группировать нажимаешь типа англ и они двигаются по одному легко если не слуни легко посмотришь видео короче самое простое для новичка ты остальное потом осилишь то есть у тебя control z возврат с сплит делить пробел запускать сначала с конца укорачивать ты просто берешь вот так и заряжаешь а если ты хочешь что было красивое затухание смотреводействие например пафосно упал на пол и вот в этом кадре тебе хочется чтобы видео затухло ты просто берешь вот этот уголок синенький и делаешь вот такую хрень смотри вот лишь загорелась не это вот то что мы двигали а если навести на уголок загорелась вот такая вытягиваешь и как чем раньше ты сделаешь тем не запрани вот сейчас если из 25 патрица на задыхание будет все пять секунд смотри как это углубит вот смотри начинать раз два три 4 5 так никто не делает и эпик дилетантство можно делать быстро затухание это выглядит нормально нет смотря в каких случаях ну да вот так вот сейчас если бы я делал видео я бы сделал два раза вкусу ровно в два раза короче и выглядела бы адекватно вот так так было бы нормально а есть еще трюк более продвинутый ты можешь взять два видео и если тебе надо и натолкнуть их друг на друга тогда вы не набраться мэйзи до образу но увидишь что туры пока что начинающая у тебя выйдешь зона перекрытия она автоматически смотрю вот эта линия это не просто краски нарисованного да это видео то есть уйдет в затухание а это уйдет начинание кстати ты когда не хочешь что если чтобы видео так начиналось а хочешь чтобы ты как бы начинал грацевать из темноты тут и также повзял посидор потом когда я буду нарезать себе видео отзывы допустим да их же быть много мне нужно будет накладывать друг на друга но вот эта большая зона она будет некрасиво смотреться я надо сделать два раза короче смотри ну да видел как красиво смотри как там получилось тебя два ты как будто телепортируешься это кстати адекватно ты можешь вот самый простой эффект ты можешь больше чем делать но у тебя тут если я прикольно вы да более так можно так дублировать себя у тебя то есть кнопочка переходы на это вот только на эту зону перехода можно натянуть любой эффект самый кайфовый какой-то не лучше никакой не если говеный вот например вот это сверху вниз это настоящее говно которые реально дилетантство его это за что использует его используя используют мамаши когда делаем видосы про школьников смотри как убого выглядит нет это не очень это да есть красивый видеоэффект красивые это называется вспышка где вот он вот он это в выюзают все кому не попадет то есть на время перехода происходит вспышка я тебе точно говорю даниил смотри сейчас как это будет особенно круто будет много переходов делать да ты просто одно на другое вспышку натянул на другой вспышку натянул вот здесь вспышка написано смотри ну да ну это уже вопрос вкуса все а по поводу дорожек и сверху сейчас если тебе надо несколько видео ты можешь их вот если ничего широкие плохо видны ты можешь как бы сократить вот так видишь я чуть-чуть сократил чтобы было место и ты можешь второе видео например сделать вот сюда то есть вот оно сделано нижнее может еще они же ты можешь сколько угодно видеодорожек создать если ты например сделаешь прозрачность этого видео половина то у тебя будет сразу два видео идти. Вот сейчас смотри. Да ладно. Да ладно. Давай, вообще чё. Это ж мистика. Это мистика, что ли? Это мистика для меня. Вот, ну смотри, короче, самое простое. Это всё тебе сейчас не надо. Прозрачность видео просто регулируется. Вот если ты с краёв тянешь, ты как бы прозрачность берёшь с краёв. То есть там прозрачность она затухает. А так ты можешь просто взять видео его прозрачность снимать. Видишь? У тебя ещё видео тёмное. Неважно. Короче, ты запомнил. С разделяет, правильно? Да. Дальше тянем с конца на другой. Если просто с конца тянешь, он его, соответственно, удаляет кусок. То есть прямо, например, тебе надо в этот момент, где ты делаешь вот это вот могучее па. Вот это. И ты прямо, смотри, берёшь и выдвигаешь. Прямо можно вот так. Вот буквально пять секундочек. Вот я выдвинул. Смотришь. Оп, оп. Да. И, например, оказалось, что чуть дальше надо. А если мне надо кусок вырезать, там посередине, допустим, секунд десять. Да, смотри, ну два S. Вот мне не нравится. А, вырезать. То есть берёшь S, нажимаешь и, соответственно, любимая кнопка программиста удалить. Просто поставил S, потом ничего не делаешь, перевёл S. Да, я как бы, смотри, я оставлю, я грубо говорю, режь здесь. Вот, скажем, здесь конец тухлого куска, режь здесь. И вот эту промежуточную зону, как представьте, вот у меня банан лежит, я как бы серединку вырезал, и банан вот так, наезжал на неё, и нажимаю удалить. Просто иначе он не поймёт, а что ты хочешь удалить. Он может, ты всё хочешь удалить. Я хочу удалить вот эту, она подсветилась. Удаляю. Всё, а эти куски просто друг на друга. И смотри, что получается. Сейчас будет такой неровный переход, и бах, и всё. Но, если ты при этом сделаешь его вот так, ну, тут поменялся угол. А если бы, кстати, это был какой-то один и тот же ракурс, то это можно было нормально реально вырезать тухлый кусок. И самое важное, короче, ты теперь всё знаешь, самое главное, как сохранять. Сохранять можно две штуки. Можно сохранять проект, а можно сохранять видео. Ты знаешь, да, чем это отличается? Нет. Проект сохраняется. Нет, проект это Vegas. Проект это, грубо говоря, Vegas'овская хрень. Она просто говорит, что это видео здесь, это здесь, это чисто для Vegas'а. Это вот само этой программе. Да, это внутренний файл программы. Ты его сохраняешь. Чтобы дальше работать, для меня сохранить. Как ты вот это за мной? Да, он не сохранит видео. Смотри, он сейчас тебе предложит сохранить. Написано, файл проекта Vegas'а. Ты его называешь, например, 1, 2, 3. Я тебе, кстати, рекомендую в самом начале, когда начнешь делать видео. Vegas достаточно часто вылетает из-за форматов, из-за проблем. Ты сразу сохранил, что-то поделал, повыводил, и чтобы все не потерялось, ткнул на дискетку, смотри, на дискетку. Или просто нажал Ctrl-S. Поделал, еще-еще-еще поделал, поделал, нажал Ctrl-S. Иначе бывает так, что полоса работает, что потом у тебя все вылетело и ничего не сохранилось. То есть поделал, еще раз Ctrl-S. Более того, люди, которые без основки Ctrl-S прямо нажимают после каждого действия. Но это не создает видео. У тебя сейчас там создался файл, куда мы сохранили. Он весит буквально 10 килобайт. Ты можешь его всегда запустить, и Vegas сразу все откроет. То есть не с нуля будет, а вот это будет все на местах. Самое главное, видео, которое ты используешь, если я здесь в проекте, он сохраняет местонахождение. То есть если ты вдруг, грубо говоря, у тебя на большом столе были видосы, ты их закинул в проект, их использовал у себя, из них нарезал, а потом как-то просто эти видосы удалил или перекинул в другую папку, он у тебя уже здесь не откроет автоматически. И она будет ручной, задавайте снова искать. То есть если ты не хочешь понимать, что тебе сейчас сказали, то просто не трогай видосы. И как ты их сделал, пускай они там и будут. Вот этот файл, который мы сохранили. 1, 2, 3 . Смотри, он весь 14 килобайт. Он просто прописал адреса. Возьми то видео, грубо говоря, отрежь от него кусок, возьми другое, соедини его, расположи вот так. Чтобы создать видео, которое можно залить на YouTube или кому-то, тебе надо сделать то, что называется рендер. Слышал про такое слово? Ты еще много про него слышишь, ты его еще возненавидишь. Рендер – это и есть процесс создания видео из заготовок. В идеале, не оставляй кусок спереди, чтобы не мучиться. То есть прямо с самого начала создать. Видишь? Прямо с начала. Выделить все, control, а ты в курсе. Да, ну это все в курсе. Наверное. Вот, у меня, короче, ты что-то мутил, мутил, у тебя получилось видео. Вот. Дальше нажимаешь, это очень важно, файл. и тут есть такой термин. Данил, как называется это по-русски? Визуализировать как? Визуализировать как? Какое смешное слово. Визуализировать как? Нажимаешь? Да, нажимаешь? Предварительно выделяешь зону, откуда тебе... Ну да, в идеале, если тебе надо, например, кусок... Это не всегда важно, ты можешь не выделять. Короче... Сверху, как не всегда важно. Ты можешь не выделять. Если вы часто не выделили, буду рендер, оно сделает сначала, до конца последнего видоса. Ну а вообще как бы обычно выделяют. Ну обычно выделяют, то есть обычно берут и тянут прямо. когда я делаю монтаж видосов, грубо говоря, сделай вот это. Да, ну когда у тебя монтаж видосов, ты можешь монтировать, и какие-то части у тебя могут остаться справа. Да, да. То есть они запасные. Если ты не выделишь, то он тебе уже... Да. Ну и другим словами, смотри, у тебя, допустим, эти части остались где-то там, а вот тут у тебя все готово. Тут все офигенно, и ты хочешь только этот кусок сделать. Ты прямо выделяешь. Так. Нажимаешь файл. Это прямо запомни, выделил. У тебя пока что есть пробел, enter, что ты умеешь? Файл. Дальше. Визуализировать как? Вот это вот интересное слово. Да. Капец, они перевели. Идиот. Просто идиоты. Сейчас, когда-то я нажму старт, у тебя ноутбук лют, и он быстро сохранен, буквально несколько секунд. Вот он начал думать, но он не будет в следующий раз так думать, он думает, видимо, что первый раз я нажал это. Вот. И ты тут выбираешь куда. Ну, допустим, вот в мои документы. И тут куча форматов. Вот это формат, в котором вообще нельзя вводить. Я сейчас тебе поставлю тот, ты можешь даже его не трогать, просто пускай всегда стоит. Зависит еще от исходного. Ты для кого будешь делать? Для людей или для YouTube? В смысле на YouTube закачивать? Да, конечно. Тогда самый... Вообще самый нормальный это формат называется mp4. У тебя его тут просто нету. А, нет, есть. Нет, это дерьмовый mp4, он не проканает. Вот, я слышу. Да, это тоже не очень. Ты можешь вот в этом делать, он нормально. YouTube его очень хорошо воспроизводит. Вот. Но он будет весить побольше, зато качество потерь не будет. Вот этот формат самый адекватный. Вот смотри, ты просто выбрал нужную зону и нажимаешь рендер, который почему-то не горит. Ты не задал, ты не выбрал. Нет, вы... Нажми два раза вот сюда, в моем сексе. Два раза. Или там. А, да. И сейчас тут... Это русская версия. Это русская версия, которая... Короче, вот я тебе скину это видео, если хочешь, в котором ты просто всегда выбираешь MPEG-2 формат, а здесь... Ну вот я обычно ставлю вот этот, называется HD 720-25. Это не важно, по сути это качество. То есть это, помнишь, есть Full HD 1080, есть просто HD 720. Это вот DVD, этот DVD, там выше вообще видеокассеты есть. И ты нажимаешь... Вот, нажимаешь рендер. Все, и он сейчас начнет сохранять видео. Вот здесь? Вот сюда. Вот так он будет звучать. 123M2T. Это название, здесь ты показываешь, куда сохранить, а вот здесь нажми просто майк. Не надо, не надо, Данил. Ты чего? Куда усложнять такие вещи? Все, нажимаешь, утечка сохранится.